Здравствуйте! В эфире программа «Этим вечером». Я ее ведущая Ангелина Рязанцева. Сегодня у нашего камина Александр Исаакович Каневский, режиссер премьерного спектакля «Чужой ребенок» Курского драматического театра. Здравствуйте, Александр Исаакович! Здравствуйте! Почему Вы решили посвятить жизнь театру? Это была мечта детства? Да, в общем, да. Это была детская мечта. Я тут недавно посчитал, я театром вообще-то занимаюсь больше 50 лет. Поэтому можно сказать, что это детская мечта. А что Вас привлекло в этой профессии? Вообще-то я попал в некую студию, такую подростковую театральную студию. Меня друзья привели просто. Мне понравилось. Я стал этим заниматься. Друзья перестали этим заниматься, а я до сих пор этим занимаюсь. И сколько Вам было лет на тот момент? Ну вот, мне было на самом деле лет 14. Свои первые роли помните? Первые роли... Да, я играл сказочников в «Снежной королеве» Шварца. Я говорил «Снежной королеве», «Снежной королеве», «Снежной королеве», «Снежной королеве». А сами что-то пробовали ставить в этот момент? Да, это была... Вообще-то это была очень хорошая студия, подростковая. Молодые артисты МХАТа, Современника, Театра Ленинского комсомола, они решили организовать свой театр. Такой молодежный, московский молодежный театр. И при этом театре они решили открыть студию подростковую. И воспитывать как бы вот из подростков, воспитывать будущую смену. Свою собственную. И вот где-то через год занятий вот эти молодые люди, они что-то во мне, видимо, увидели, потому что они меня назначили ассистентом режиссера одного из спектаклей. И вот я с тех пор на «Снежной королеве» занимаюсь режиссурой. Часто ли в то время вы бывали в театре в качестве зрителя? Да, очень часто. Это были 60-е годы в Москве. И это был театральный бум, московский театральный бум. Поэтому мы очень часто бегали. Мы бегали в «Современник», на «Таганку». Это были лучшие спектакли «Таганки» того времени. Это был замечательный центральный детский театр с выдающейся студией центрального детского театра, из которой вышло очень много актеров замечательных и режиссеров. Чем для вас был на тот момент театр? Казалось ли это, что это какой-то волшебный мир, где, возможно, любое чудо? Была ли какая-то романтика в этом? Знаете, это возраст романтический. Поэтому все, что происходит в этом возрасте, вообще-то кажется неким чудом. Или там мистическим предопределением в каком-то смысле. Ты не рефлексируешь, естественно, в эти годы. Но потом понимаешь, что да. Видимо, в общем, все предопределено каким-то образом. Что касается такого эффекта театра... Знаете, я всегда считал, что театр – это глоток свободы. И в то время такой крупный глоток свободы. Потому что 60-е годы – это время... Ну, в общем, сейчас это называется оттепелью некой. Это была оттепель и закат оттепель. Поэтому моя юность и молодость совпала вот с этими очень сложными социально-культурными и политическими процессами в стране. Театр в этом смысле – это такое явление, которое, ну, как бы собирает воедино, да, все, что происходит в обществе. А «Первая любовь» тоже была связана с театром? Да, конечно. Конечно. Мы решили с девочкой, в которую я был влюблен, что мы будем встречаться такого-то числа обязательно каждый год. Ну, понятное дело, что... Между прочим, я пришел на то же место через год. Девочки не было. Девочка, видимо, либо забыла, либо... Либо, ну, как-то ее жизнь изменилась. Сейчас вспоминаете о ней? Я ее давно не видел, эту девочку. Это актриса, кстати, довольно известная актриса. Позже актриса театра Советской Армии. Тогда этот театр назывался Театром Советской Армии. Но она об этом не помнит, я думаю. Расскажите, как вы поступали в ГИТИС? Сразу ли удалось? Это смешная очень история. Все дело в том, что по окончании школы я пошел поступать в Щукинское училище, которое мне очень нравилось. Я вообще думаю, это одна из лучших театральных школ в Европе. Я пошел поступать, дошел до четвертого тура, и меня отфутболили. Совершенно неожиданным образом, потому что я абсолютно был убежден, что я не просто артист, а выдающийся артист. Довольно странно, чтобы я не принимают в театральное училище. Но я обиделся на весь свет и поступил на юридический факультет. Мне не очень хотелось в то время идти в армию, в которую я все равно попал, был призван по окончании института. Ну вот, а театра я, в общем-то говоря, и не оставил. Потому что где-то на втором или третьем курсе я организовал в Москве, в Черенышевском районе, такой пионерский театр. Был вот худруком несколько лет этого пионерского театра. И я понял, работая юристом, я просто понял, что ну, что же я дурака отваляю? Мне на самом деле хочется в театр, а я занимаюсь вовсе не тем, чем бы хотелось заниматься. И я пошел поступать на режиссерский факультет ГИТИСа и поступил. Это было довольно странно для меня, потому что это было, ну, довольно легко я поступил. Если бы я знал, что это будет так легко, я бы пошел поступать лет на пять раньше. Но вот, к сожалению, произошло то, что произошло. Почему говорю к сожалению? Знаете, мы сейчас в ГИТИС принимаем совсем молодых людей на специальность режиссуру и на режиссерский факультет различных-различных кафедр. И я так смотрю по выпускам, да, вот смотрю, 20-летние режиссеры молодые, по-моему, это замечательно, понимаете, потому что мы выпускались в то время, когда вообще-то на режиссерский факультет не принимали людей уже без одного высшего образования. А сейчас мы просто после школы иногда принимаем. И это прекрасно. Вам помог этот период раздумья, поиска себя? Ну, я мог, конечно, красиво сказать, что да, конечно, не прошло даром. Ну, вообще-то говоря, профессия юриста, она помогает становлению режиссера. Потому что схемы, которые связаны с причинно-следственными связями, а это основная область деятельности в юриспруденции, вот причинно-следственные связи – это база профессии режиссера. Поэтому да, поэтому да, можно сказать, что да, первая профессия помогла, вторая. Часто молодые режиссеры ищут какую-то творческую свободу, идут на эксперименты. А как проходило ваше становление в профессии? А эта история, она забавна тем, что я, в общем, уехал из Москвы сразу. По окончании ГИТИСа я уехал из Москвы. Потому что в это время в Москве очень трудно было молодым режиссером. И ты должен был выбрать. Либо ты будешь ждать некого случая, искать его. Ну, во всяком случае, дело затянется. Либо ты будешь пытаться становиться профессионалом. Я выбрал второй путь, уехал в Красноярск, где через пару месяцев был назначен главным режиссером Красноярского ТЮЗа. А в то время Красноярский ТЮЗ – это такая мекка, в общем, молодой режиссуры. В каком-то смысле, некоторые хулиганские театры, я бы так сказал. И его называли «Сибирской таганкой». В общем, и неспроста. И мне, в общем, это помогло. Потому что шесть лет, проведенных в Красноярске. Во-первых, мне очень нравится Сибирь. Я люблю Сибирь, люблю людей тамошних. А во-вторых, когда ты только-только начинаешь работать в этой профессии, и сразу же начинаешь работать главным режиссером, выясняется, что это две разных профессии. То есть режиссер – это одна профессия, а главный режиссер – это другая профессия. Но вот в моей жизни так как-то совпало, что я стал приобретать обе профессии. Похулиганить была возможность. Похулиганить была возможность, да. Кое-чего мы поставили там в этом театре. В некой борьбе с современной критикой, я бы так сказал, да, с тех пор, как и каждый режиссер, я не очень жалую критику. Потому что у критиков своя жизнь, у театра своя жизнь. Иногда они там встречаются как-то. В общем, дай Бог им всем здоровья, я бы так сказал. С детства театр был увлечением, а когда это стало профессией, призванием, что изменилось? Ну, во-первых, меняется образ жизни. Образ жизни, формат жизненный просто меняется. Ты становишься режиссером, и ты продолжаешь быть режиссером всегда. Когда-то мой наставник, режиссер Юрий Завадский, на чей курс я поступил в свое время, он нам сказал, по-моему, на первом или втором занятии, что если вы станете режиссерами, вы режиссерами будете всегда. Мы это не очень поняли в тот момент. Шли годы, и я все больше и больше понимаю, что имел в виду Юрий Александрович, потому что это тебя не оставляют ни на секунду. Ты все равно являешься режиссером. Мы с вами сидим сейчас, беседуем, а я на самом деле каким-то третьим глазом наблюдаю за тем, что происходит, и пытаюсь оценить происходящее. То есть вообще это довольно странная вещь, правда? Как бы такое почти Достоевское раздвоение происходит все время. Дома вы тоже режиссер? Дома мне проще, потому что моя замечательная жена – актриса по первой профессии, и она, в общем, понимает, что со мной происходит. Но, к счастью, она, в общем, довольно давно ушла из театра, приобрела другую профессию, она искусствовед, очень хороший, и в этом смысле она просто помогает мне, понимаете, оставаться режиссером и не быть режиссером тогда, когда это не нужно. Вы очень часто оказываетесь в новом коллективе. Это сложно для работы? Когда-то сложно, когда-то не очень, когда-то легко. То есть это, в общем, зависит от, во-первых, от коллектива, от традиций, от того, в какой я форме. Потому что, понимаете, ты же живешь вот просто в мире в этом, у тебя могут быть какие-то неприятности в жизни, или наоборот, какое-то одарилось счастье тебе неожиданно. И ты зависим и от своего самочувствия, в том числе, понимаете, ну и от состояния труппы, в которой ты начинаешь работать. И от традиции этой труппы, это тоже очень важно. Как сложилось с коллективом Курского драматического театра? Ну, вопрос понятный, он следует из предыдущего. Сложилась, мне кажется, неплохо сбалансированная труппа, связанная как раз с русским психологическим театром, потому что художественный руководитель Курской драмы, он как раз тяготеет к такому театру русскому, психологическому театру, являясь воспитанником Мариусыны Кнебель, замечательного театрального педагога нашего. Поэтому я в этом смысле сложности не испытываю. Ну, а то, что происходит, то происходит просто каждый день, происходит каждый день некая работа по созданию здания спектакля. Это довольно сложный процесс, он сопряжен со многими-многими службами. Но театр хорошо сбалансирован, еще раз повторяю, и в театре достаточно высокая театральная культура, и цеха, и службы театральные работают очень отзывчиво. Отзывчиво, понимаете, это не всегда бывает. Вот я, например, сейчас ушел со световой репетиции, которая готовилась, и вернулся. Вот, в частности, сейчас была такая монтировка на сцене, люди очень хорошо работали, очень, просто так на загляденье. Вы ставили такие спектакли, как «Дон Жуан» или «Каменный гость», «Гамлет». Эти спектакли есть в репертуаре Икурского театра. Вам интересно посмотреть, как работали ваши коллеги? Знаете, я бы так сказал, что мне интересно по определению, да, но вообще-то режиссеры очень сложно относятся к работам коллег по той же самой пьесе. Потому что мы же люди, как бы сказать, для индивидуального пользования, понимаете. Мы можем сразу не соглашаться. Или наоборот, мы понимаем, что хорошо это сделано, но я бы сделал по-другому. Но с другой стороны, сделал человек, сделал хорошо, как тебе кажется, ну и успокойся на этом. Поэтому я иногда специально не иду даже, понимая, что меня что-то будет там, ну не то, что раздражать, но с чем-то я буду не согласен, у меня возникнет внутренний конфликт какой-то, и мне сложно просто с этим быть. В общем, вам теперь сложно ходить на спектакли в качестве зрителя, да? Да. Я, знаете, вот вы правы абсолютно, мне сложновато стало ходить. С какого-то времени я стал очень редко ходить в театр. И если я иду, то иду, ну, как правило, на работы молодых режиссеров. Потому что это связано с педагогикой, и это связано просто с тем, что хочется понять, как они мыслят, вот как они живут сегодня. Вот в основном с этим. А есть разница вот между поколениями режиссеров, между теми, кого вы сейчас обучаете, и каким вы были в их возрасте? Ну, поколенческая разница существует, безусловно, она всегда существует. Но она сопряжена вовсе не с физиологией и не с возрастом. Она сопряжена просто с иным отношением к этическим и эстетическим ценностям. Просто каждое новое явление поколенческое, оно предлагает, ну, что называется, предлагает какую-то проблему для обсуждения. Причем молодости, вообще-то говоря, свойственна некая безапелляционность предложения самого. Поэтому кажется, что они не столько предлагают это, сколько знают, что так должно быть, вот, понимаете. Я понимаю, что пройдет время, они усомнятся в этом, безусловно. Может быть, кто-то пересмотрит свое отношение к жизни. Но сегодня это вот так. Выпустили мы несколько очень способных молодых режиссеров. Мне очень нравится, когда они разъезжаются по миру и по стране разъезжаются, когда они не толпятся в прихожей в московских театрах. Потому что так, знаете, можно и молодость потерять в этих прихожих. В Курском драматическом театре вы поставили спектакль «Чужой ребенок». Расскажите, чем вас заинтересовала эта пьеса? Да пьеса симпатичная. Она, знаете, 1933 года. В ней хороший интересный характер. И вообще-то это комедия положения. И даже как бы такой выдавильный, несколько выдавильный сюжет. И я очень люблю время между 1928 и 1935 годом в истории нашей страны. Это время, когда люди надеялись на то, что все впереди. Что все будет замечательно в стране, все будет замечательно в людях. Счастье настигнет практически всех. Поэтому мне очень интересно вот этот подъем человеческий. Эта пьеса дает такие возможности. Наша съемочная группа оказалась в числе первых зрителей. Давайте посмотрим сюжет. Хорошо. Пьеса переносит нас в лето. События разворачиваются на подмосковной даче. Яркие декорации, березовая роща, атмосфера легкости и беспечности. Веры в светлое завтра. Самая любимая пора – это лето. Поэтому, конечно, хорошо. То есть в нашем, скажем так, снежном теперь городе в декабре месяце окунуться в лето – это замечательно. Маня главной героини спектакля – актриса. Она готовится к дебюту и очень волнуется. Репетирует дни напролет. К слову, одной главной героине отдается побыть крайне редко. Ее преследует толпа поклонников. Кокетливая и легкомысленная Маня не заметила, как заигралась. Судьба героини со сцены ворвалась в ее жизнь. А что будет с ребенком? Какая жизнь его ожидает? Моего ребенка. Это комедия положений. Персонажи вводят друг друга в заблуждение. И потому попадают в комические ситуации. Зрителям весело, героям не до смеха. Моя героиня переносит это на жизнь, что и создает ей большие проблемы. Я, ну, все-таки нас как-то предупреждали еще в институте, что это не надо делать, не стоит. Разделить жизни сцену, осознать всю ответственность перед зрителями – все это знакомо молодым актерам, задействованным в спектакле. Сергей Малихов признается – он и сам поступал как главная героиня. Мне необходимо было там проверить, как у меня получается там вот так действовать, так действовать. Я прямо на своих родственниках это проверял. Я считаю, что, в общем-то, с человеческой точки зрения это плохо, с профессиональной – это хорошо. Так что эту героиню главную я полностью понимаю, но, наверное, так делать не стоит. Люди все-таки не кролики. Спектакль – отличное лекарство от плохого настроения. На душе от него тепло и радостно, а на лице еще долго потом не гаснет улыбка. Не верьте на слово, убедитесь сами. Были ли в пьесе какие-то подводные камни или сразу удалось найти взаимопонимание с автором? Ну, автора нет на свете, поэтому я бы несколько вопросов ему бы задал, конечно. Но так как отвечать приходится мне и актерам, то мы пытаемся найти ответы на некоторые вопросы. Конечно, эта пьеса, она, в общем, несет на себе все особенности времени, поэтому там есть какие-то вещи очень наивные. Это и хорошо, и плохо. Когда хорошо, то хорошо, когда плохо, то приходится это преодолевать. И все, что касается взаимоотношений с автором этой пьесы. А вообще, как вы считаете, насколько у режиссера есть свобода от воли автора? Ну, видите, свобода есть всегда. Если у тебя нет свободы, то тогда не надо заниматься творчеством, в принципе. Свобода связана с логикой автора, и ты на логику автора должен как бы сверху наложить свою свободу. Если ты начинаешь разламывать эту историю, тогда сядь, напиши свою пьесу, и будь добр, пожалуйста, как бы сказать, вот так вот в адрес того, что ты написал, и действуй. Но если ты сопряжен еще с каким-то человеком, который называется автором, то тогда ты обязан просто считаться с этим. И ты обязан просто его понять и свое понимание каким-то образом совместить с его пониманием. В этом какая-то сложность этой профессии, потому что ты не вообще в чистом поле существуешь. Ты существуешь с этими людьми в этом времени и с этим автором, который что-то такое все-таки до тебя донес, если ты сумел взять эту пьесу. Если не хочешь, не бери, пожалуйста. А возникало такое желание взять и самому написать пьесу? У меня никогда. Это другая совершенно профессия. Я писал и даже иногда пишу до сих пор какие-то стихи, но это не сопряжено с театром. Понимаете? Мне кажется, вообще, если ты занимаешься театром, то ты должен заниматься театром применительно к драматургии. Если ты выдающийся драматург, ради бога, при этом и являешься еще и режиссером, ну, хорошо. Я не выдающийся драматург, и мне сложно. Видите, режиссер – это такая профессия, которая как бы преодолевает сопротивление автора. Если ты сам драматург, то ты довольно сложно самого себя преодолевать. Это как это так? Одна щека, вторая щека? Как это? Не очень понимаю. Поэтому да, никогда. Есть какие-то наболевшие темы, о которых вам хочется говорить со сцены? Мне всегда хотелось говорить о взаимоотношениях мужчин и женщин. Мне кажется, что тема любви – это тема вечная, она всегда будет интересна людям. Другое дело, что ее можно решать по-разному, что в разных жанрах, естественно, в разных системах театральных, но мне кажется, вообще, это самое главное, из-за чего люди ходят в театр. Они хотят еще раз увидеть какую-то человеческую историю. Для меня самая главная человеческая история – это история любви. Поэтому, я бы так, знаете, вот love story для меня самое главное. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Спасибо вам за беседу и всего вам доброго. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. На этом мы с вами прощаемся. До встречи на телеканале СЕИМ. Субтитры сделал DimaTorzok